А вот еще какая крутая книжка у нас есть от издательства МИФ Это Большой страшный лис Пенджамина Реннера История в картинках, она же комикс Это история о том, как совершенно небольшой, совсем не страшный лис Хотел бы стать настоящим хищником, но обретает свое признание совершенно в другом В принципе, сюжет следует популярной нынче тенденции В которой заложенные природой взаимоотношения между животными переначиваются, переосмысляются на человеческий лад В итоге, лис может стать совершенно чудесным родителем А курица-наседка, вместо того, чтобы быть жертвой хищников, берет судьбу в собственные руки Очень яркая, насыщенная эмоциями рисовка Напомнит, может быть, кота Саймона Только в данном случае, в отличие от кота Саймона, большая часть юмора передана через слова Ну и в картинке, естественно, используется тоже традиционный обман ожиданий Когда на последней картинке страницы персонаж покидает ее с одной эмоцией, одними ожиданиями от реальности Первая картинка следующей Ставит его лицом к лицу с результатами С тем, что его ожидания не оправдываются Таким образом, ребенок учится переживать и переживать эмоции персонажей, оценивать их История, честно говоря, скорее всего, рассказывая, читать ее с ребенком получится, конечно И Алиска с удовольствием эту книжку читает Но, наверное, все еще не для содержания, потому что ей приятно и интересно, когда ее читают Самое большое удовольствие от истории сможет получить ребенок уже, когда он сможет сам прочесть эту книжку И понять, что именно здесь сказано Кстати говоря, язык тут совершенно непростой И многие шутки, которые есть в этой книжке, требуют знания сложных слов Например, превентивные меры, которые принимает старжевой пес против лиса Совершенно не обязательно, что ребенок даже в 7-8 лет знает, что такое превентивные меры Этот сложный язык, в общем, ничего не портит Я вас уверяю, если у ребенка появится вопрос, вы легко ему все объясните Основная часть истории понятна и ясна Даже если не до конца понятна лексика, которой она изложена Конечно, лет в 12 ваш ребенок легко прочт эту историю и насладится в ней в полной мере Ну и в 7 лет ее можно совершенно спокойно посмотреть и получить от нее удовольствие Для тех, кому просто насыщенная моралью история недостаточно Книжка содержит множество отсылок на популярные сказочные сюжеты У «Семера козля», «Три поросенка» И поэтому читать эту книжку взрослому подчас даже забавнее, чем ребенку Просто потому, что он знает откуда и о чем эти шутки Чего этой книжке хватает, так это сарказм И если ваш ребенок начнет в какой-то момент после чтения саркастично шутить Не удивляйтесь этому, это отсюда